Это программа День с толком. В студии Елена Кузовкина. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. И вот некоторые темы этого выпуска. Московские рейсы посадили в Барнауле из-за дымки в Сибири. Смок накрывает Алтай. Три сотни жалоб от водителей. Почему владельцы старых машин не могут застраховать свои автомобили? Заявленные четверо участвовали. Трое. Какой выдалась Олимпиада для алтайских спортсменов? Но вначале. В Алтайском крае ситуация с коронавирусом продолжает оставаться напряженной. Только за минувшие выходные скончалось 46 человек. А за последние сутки ковид подтвердили почти у 300 жителей региона. При этом выздоровело за последние 24 часа всего 144 человека. Общее же число инфицированных перевалило за 65 тысяч. Из них почти 4,5 тысячи дети. Добавим, на сегодняшний день в госпиталях продолжают находиться почти 3 тысячи человек. Свободных мест чуть больше тысячи. Вакцинировано от коронавируса 525,5 тысяч жителей края. Три московских самолета, которые следовали в Красноярск, Абакан и Братск, сегодня вынуждены посадили в Барнауле. Приземлиться в Красноярском крае стало невозможно из-за плотной дымки от пожаров, которые бушуют в Якутии. К слову, смог от них ощущает уже практически полстраны, в том числе жители Барнаула, Бийска и соседнего региона Республики Алтай. И по прогнозам Центра мониторинга состояния воздуха, концентрация вредных веществ в ближайшие дни может нарастать. Продолжит тему Артем Гусельников. В Красноярске сегодня задержали вылет 15 авиарейсов и прилет 13. Причиной, по которой пилоты прервали полеты, стал смог, накрывший Сибирь из-за лесных пожаров в Якутии. Дымку от них еще на прошлой неделе стали ощущать жители и нашего региона. Города Барнаула и Бийск в минувшие выходные были окутаны дымкой, что жители связались с лесными пожарами в Якутии. Действительно, в некоторых городах Сибири наблюдается задымление в верхних слоях атмосферы, вызванное якутскими пожарами. Сегодня, по данным Алтайского гидрометцентра, в крае утром местами наблюдался туман. И хоть гидрометцентр считает причиной снижения видимости туман, а дымка над Барнулом не такая плотная, как летом 2019-го, горожане ощущают дискомфорт. Подышать как-то труднее стало. То есть воздух довольно-таки насыщен, убьют кислым газом. Ну и в принципе тушно очень стало на улице. То есть солнца мы практически не видим из-за смога, из-за того, что вся территория Алтайского края получается покрыта вот этим каким-то дымом. Выезжаешь из города, хорошо становится. Потом заезжаешь назад, и уже голова болит, трещит. То есть, думаю, воздух стал хуже. Вижу, когда особенно с горы спускаешься, видно, блин, над городом висит, да, есть проблемы. У меня идеальное здоровье, отличные легкие, мне не мешает. Но я понимаю, что некоторым может быть тяжело. Дышать труднее стало наверняка из-за того, что количество углекислого газа повысилось в воздухе. Некий парниковый эффект даже наблюдается за счет того, что солнце заслонено дымкой. И в целом жить стало гораздо труднее. Смог накрывает город за городом. Вот фото из соседнего региона, горного Алтая, а это небо Бийска. В Красноярске же сегодня объявили режим черного неба. И дымка накрыла даже Екатеринбург. По прогнозам сайта IQ Air, который занимается мониторингом загрязнения воздуха, уже в среду, 11 августа, воздушная среда в Барнауле станет вредной для уязвимых групп. Это связано с пожарами в Восточной Сибири, в Севере и Дальний Восток. Ну, прежде всего, в Якутии, конечно. Там огромные площади сейчас горят, разные цифры называются. Как всегда, по официальной статистике меньше, по независимым экспертным оценкам в разы больше. Но даже минимальные оценки, которые называются, это площади около миллиона гектар. Лесные пожары в Якутии стали главной темой совещания главы МЧС Евгения Зиничева с Владимиром Путиным. Среди предложений в два раза до 14 миллиардов рублей увеличить количество средств для борьбы с огнем и вернуться к советской системе управления. Нынешний подход к тушению пожаров, по мнению экспертов, в том числе алтайских, неэффективен. Поэтому смог, скорее всего, продолжит накрывать страну. В зависимости от скорости и направления ветра может пострадать практически любой регион. Тяжелее всего придется людям с заболеваниями органов дыхания. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. Их ждали пять лет, а они прилетели как один день. Накануне в Токио завершились 32-е летние Олимпийские игры. На них было заявлено четыре алтайских спортсмена, но принять участие смогли только трое. Как они оценивают прошедшую Олимпиаду и какие выводы должны быть сделаны по итогам соревнований, расскажет Анна Рашагирова. Олимпийские игры в Токио подошли к концу. Пожалуй, эту Олимпиаду можно назвать одной из самых странных и противоречивых. Порадовала победа синхронисток, огорчила спортивная драма, что разыгралась на художественной гимнастике. По итогам соревнований Дина Аверина уступила на 0,15 балла в борьбе за лидерство спортсменки из Израиля. И несмотря на то, что последняя уронила ленту, золото все же присудили ей. Эта несправедливость омрачила все впечатления от игр целиком, но несмотря на все, Россия оказалась в тройке лидеров в общем зачете, уступив лишь США и Китая. А в рейтинге по золотым медалям наша страна заняла пятое место после Китая, США, Японии и Великобритании. Наши спортсмены, не обращая внимания на палки в колеса, достойно выдержали все испытания и гордо прошли по стадиону в Токио. Алтайские спортсмены принесли российской сборной три медали – два серебра и одну бронзу. Для сравнения такой же результат показала вся сборная Киргизии. Одну из серебряных медалей взял бейчанин Ильяс Куркаев вместе со сборной по волейболу. Им удалось обыграть всех, кроме французов. А вот Ирине Андреевой, участнице турнира в гребле на байдарках-двойках, не повезло. Спортсменка осталась без медали. В паре с Олесей Ромасенко девушка заняла лишь восьмое место. Удача отвернулась и от Сергея Шубенкова. Он повредил ногу во время разминки, из-за чего выйти на старт в барьерном беге не смог. Ничего хорошего это отстроено. Разочарование самое главное, я почувствовал. Все остальное – это мелочь. Однако, по словам тренера Сергея Клевцова, травма не столь серьезная. И принять участие в следующих играх Шубенков сможет. Все будет зависеть от мотивации самого спортсмена. Сразу две награды в копилку для сборной страны принес бийский спортсмен Сергей Каменский. Сначала бронзу в паре с Юлией Каримовой в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. После получил серебро в стрельбе с малокалиберной винтовки из трех положений с 50 метров. Однако после соревнований алтайский стрелок написал пост. Крик души об условиях тренировок в родном бийске. Нет никаких специальных для Олимпийцы установок. Эти слова подтвердил и первый тренер спортсмена. К слову, по словам Каменского-старшего, чиновники после инцидента обратили таки внимание на материальную базу алтайских стрелков и обещали помочь. Если же все же возвращаться к бийску и говорить о истории тренировочного процесса Сергея и его коллег, они занимали определенное помещение, которое уже не соответствовало. Подобрали новое в 2020 году, сделали ремонт, порядка 12 миллионов ушло. Создали, ну, скажем так, средние условия. На этом не будем останавливаться, будем двигаться дальше и в истории Сергея, и в истории других видов спорта. Участники Олимпиады, алтайские спортсмены надеются, что обещания чиновники выполнят. И к очередным престижным международным соревнованиям они будут готовиться в достойных условиях. Анна Рашагирова, Данил Захаров, День с толком. В крае пресекли контрабанду ценного минерала. Злоумышленники незаконно добыли 6,5 тонн белого нефрита. Общий экономический ущерб для государства составил почти 400 миллионов рублей. Грузовик с крупной партией нефрита из России в Китай остановили на границе с Казахстаном. По словам одного из руководителей сибирского таможенного управления, преступники добывали нефрит в Бурятии. Обходной маршрут по доставке в Китай через Алтайский край, а после Казахстан проложили намеренно. Так они хотели обойти контроль за экспортом ценного камня российской стороной. Изъятый нефрит в одном контейнере мелкие части. Каждый подписан, присутствует на каждом иероглиф. Далее контейнеры с крупными образцами, с маркировкой. Контрабандой занималась группа лиц из Иркутска, которая неоднократно поставляла нефрит в Китай. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по факту покушения на стратегически важные ресурсы. Отметим, владелец груза, гражданин КНР уже рассчитался с российскими поставщиками и ожидал прибытия минерала из Казахстана авиационным транспортом. Добавим, в 2019 году на российско-китайской границе сибирские таможенники пресекали вывоз двух партий нелегально добытого зеленого нефрита общим весом в 20 тонн и стоимостью в 50 миллионов рублей. Жители сразу у нескольких спальних районов Барнаула жалуются на то, что не могут уехать в центр города. Люди нередко вынуждены часами ждать автобусов, а порой пешком преодолевать многокилометровые расстояния. В чем причина проблемы и обещают ли ее устранить? В сюжете София Яценко. Без личного авто, по словам жителей жилых комплексов «Адмирал» Балтийская крепость времена года и матрешки, добраться до дома – большая проблема. В администрации индустриального района уверяют – автобусных маршрутов создано достаточно. Однако у людей другое мнение. Здесь и транспорта туда нет. В 65-й ходит только. Ну, останавливается там от Балтийской улицы. Ну, 700 метров прошел, как физзарядка. А 37-й, он тоже самое, редко ходит. Он идет тоже по Балтийску, на Попово и туда. Так что приходится тренироваться. Такие дистанции по вкусу приходится не всем, но и ждать, пока появится хоть какой-то транспорт, слишком долго. Большой интервал? Большой. Большой. Подолго приходится? Ну, и мало вообще, в принципе, какие маршруты ходят туда, в центр. Особенно тяжело приходится семьям с маленькими детьми, которых в спальном районе немало. Вас устраивает транспортная развязка в этом районе? Нет. Я даже не знаю, кому надо написать, чтобы что-то изменилось. Нам не дали школу, нам не на чем ездить в школу, в центр. Вот все, что я могу сказать, это ужасно. А вы на какую остановку ходите? Мы ходим вот на ту остановку. А сейчас мы идем в больницу, 2,5 километра пешком. Отсюда туда не проехать. Из письменного ответа районной администрации стало известно, что до конца 2022 года в Барнауле проведут научно-исследовательскую работу по анализу пассажиропотока. По ее итогам планируют разработать оптимальную маршрутную сеть. О каких-либо дополнительных мерах до этого времени ответственные не сообщают. А значит, еще почти полтора года люди будут вынуждены участвовать в своеобразных квестах, как из новых микрорайонов добраться до поликлиники, рынка или центра города. София Иценко, Александр Антропов. День с толком. И еще одна новость на транспортную тему. Алтайские водители, владельцы старых машин, не могут застраховать свои автомобили. Так, за последние полгода в региональное отделение Центробанка поступило почти 300 жалоб от автолюбителей. Почему страховщики все чаще стали говорить «нет» раритетным авто и как добиться того, чтобы один из обязательных документов для поездок всегда лежал в бардачке машины. Узнавала Валентина Аскерова. Сегодня жительница Барнаула Кристина Янина за рулем своей ласточки. С ней девушка была в разлуке полгода. Вынуждена. Дело в том, что ей отказывали оформлять полис ОСАГО. Своё твердое «нет» сказали 12 страховых компаний. В итоге я обратилась в страховую компанию, где уже напрямую в офис, где мне дали понять о том, что мы такой автомобиль, как Марк 2, страховать не будем. Очень долго искали, где можно застраховать автомобиль. И в итоге спустя полгода только у нас получилось это сделать. Марки «Субару» – автомобили 90-х годов выпуска. Страховые компании страхуют неохотно. Их ремонт обходится в копеечку и порой превышает себестоимость самой машины. Страховым компаниям это невыгодно, рассказывает юрист Юрий Котло. Пару недель назад его машину тоже отказались страховать. Юрию тут помогло юридическое образование. И всем, кто сталкивается с подобной проблемой, эксперт советует писать претензию на имя руководства страховой, а также жаловаться в контролирующий орган. Писать жалобу в Центробанк, так как Центробанк является надзорным органом по отношению к страховой компании, и будут приняты меры. Но для этого необходимо доказательства. Желательно предоставлять письменный отказ, который они, естественно, не дадут. Здесь в ход могут пойти уже любые другие способы доказывания. Аудио, видеозапись и так далее и тому подобное. После такой жалобы страховую компанию обяжут устранить нарушение закона и заключить договор. К слову, в письменном ответе специалисты Центробанка нам пояснили, что за последние полгода по полисам ОСАГО поступило 278 жалоб от жителей Алтайского края. Полис ОСАГО – обязательный документ. Без него эксплуатация транспортного средства запрещена. Страховщик не вправе отказать в полисе ОСАГО, если предоставлен весь комплект документов, необходимый для оформления. Если отказывают в оформлении полиса, можно направить жалобу через интернет-приемную на сайт Центрального банка России. В Барнаульской ГИБДД только за последние полгода к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО инспекторы привлекли сотни водителей. За текущий период 2021 года на территории города Барнаула за данные административное правонарушение к административной ответственности привлечено 1486 водителей. С каждого на основании кодекса об административных нарушениях взыскали штраф 500 рублей. Кстати, эти деньги водители могут вернуть в качестве убытка непосредственно со страховой компанией, которая отказалась выдавать обязательный документ. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Продолжим выпуск. У каждого второго школьника края возникают нарушения зрения. К такому выводу пришли алтайские врачи. В преддверии нового учебного года и в связи с Международным днем офтальмологии, который отметили в минувшие выходные, они рассказали о симптомах, которые должны насторожить родителей учащихся. Тему продолжит Анастасия Болотина. Александра – студентка педагогического университета. До пандемии очки она практически не носила, но из-за перехода на дистант нагрузка на зрение увеличилась в разы, из-за чего со временем появился дискомфорт в глазах. Зрение после дистанта заметно ухудшилось. Большую часть свободного времени мы проводили за компьютером, мы проводили свое время за телефоном. И, конечно, напряжение на глаза заметно возросло. Сейчас Александра вынуждена проходить физиолечение и ежедневно делать гимнастику для глаз. По ее словам, в клинике она встречает совсем маленьких пациентов – детей от 7-8 лет, которые так же, как и она, лечатся у врача. И это неудивительно. Ведь по статистике зрение у детей резко ухудшается именно в школьные годы. Проблемы возникают у каждого второго. Дистант тому способствует. Плюс накладываются осложнения после коронавируса. Там еще и накладываются другие сопутствующие состояния. Это нарушение микроциркуляции в глазу после ковида. И, естественно, отсюда вытекают все различные осложнения и на сетчатке, и в стекловидном теле, и в хрусталике. На выбор профессии Владимира Ильича вдохновил его преподаватель – офтальмолог Алексей Симонов. Радость в глазах пациентов после лечения у последнего и сыграла решающую роль в выборе специализации Лебедевым. Вот уже более 25 лет он корректирует зрение и лечит и детей, и взрослых. Как правило, все его пациенты обращаются к нему со схожими симптомами. Расплывчатая картинка при взгляде вдаль, напряжение в глазах – это последствия повышенной зрительной нагрузки, говорит офтальмолог. Как следствие, у пациента формируется близорукость. Если это состояние, оно получено реально в каком-то недалеком прошлом, то можно определенными каплями, определенным лечением вернуть, как бы откатить это напряжение, убрать и вернуть зрение таким, какое оно было там несколько месяцев назад. Но если эта нагрузка скапливается месяцами, годами, то, конечно, уже это приводит к изменению зрения и уже вдаль требуются очки. В преддверии нового учебного года врачи настоятельно рекомендуют проверить остроту зрения у детей и предостерегают. Не перегружать глаза, особенно в первые дни учебы. А своевременный отдых – лучшая профилактика болезни. Анастасия Болотина, Александр Лизратов. День с толком. И накануне же во всем мире праздник отмечали настоящие мужчины и твердые духом женщины. Речь прежде всего идет об альпинистах, но поздравить также уместно было скалолазов, верхолазов и всех тех, кто отважно покоряет высоту. Наша съемочная группа побывала на тренировке таких смельчаков перед их отъездом на спортивные сборы. Каждый великий чемпион начинал всего с малого. Вот и мой первый стендап в таком интересном и подвешенном состоянии. Сегодня мы находимся на территории стадиона «Лабиринт» на тренировке у альпинистов. Нет, нет, нет! Альпинизм и скалолазание – это разные виды спорта, но они находятся в симбиозе. Именно поэтому в числе тренеров по скалолазанию есть альпинисты, которые покорили Кавказские и Киргизские горы. Альпинизм – это что-то более крупное, если так вот брать в целом. Потом стало интересно просто людям лазить на скалы. Можно сказать, что мы, так скажем, как отдельный подвид альпинизма. Сам Михаил занимается скалолазанием и альпинизмом 21 год и уже покорил Эльбрус. А главная его мечта – гора Эверест. Но для восхождения на легендарный восьмитысячник нужна идеальная физическая подготовка. На скалодроме сегодня алтайская сборная, и она готовится к выезду на естественный рельеф в село Савушки. Левая, правая, потом левая рука. Максим Труфанов – альпинист-любитель. В спорт пришел 6 лет назад. А недавно первый за 30 лет из Алтайского края выполнил норматив мастера спорта по классическому альпинизму. Максим признался, что у него есть кумир. Рейнхальд Месснер – альпинист, который первым покорил 14 восьмитысячников. Он в своем интервью говорит, знаете, я знаменит не тем, что я зашел на 14 восьмитысячников. Я знаменит тем, что для этого у меня было более 50 попыток. То есть в четырех случаях из пяти он отступал. По словам спортсменов, скалолазание является основным делом жизни и занимает огромную ее часть. Поэтому спортсмены чаще всего работают со свободным графиком или на себя, чтобы подстраивать жизнь под спорт, а не спорт под жизнь. При этом каждый спортсмен должен отдавать себе отчет в огромном риске и возможности просто не вернуться домой. Ведь горы не прощают ошибок. Подготовленные люди, альпинисты, у которых был опыт за плечами, они шли на Эверест или направлены его покорить. Один человек остался в лагере, это Владимир Томиалис, а ребята втроем пошли на восхождение. В пути разыгралась непогода, один человек из них развернулся, впоследствии, как оказалось, он разбился на скалах. Ребята поднялись вдвоем на пик, то есть с самой высокой точки мира, то есть на Джамалуму. Но спуститься им уже, к сожалению, не удалось. Из четырех человек трое, к сожалению, погибли. Кстати, часто жизни скалолазов спасает хорошая экипировка. Например, скальные туфли могут стоить от 10 до 15 тысяч, а специальная беседка около 6. У альпинистов все намного дороже. Одни только ботинки обойдутся в 50 тысяч, а ведь нужны еще каски, кошки и тросы. Но это, говорят спортсмены, стоит любых затрат. Ведь кроме званий и медалей, спорт дарит потрясающий вид свершин. Елена Кукина, Дмитрий Денисов. День с толком.